Город Нижний Ломов в Пензенской области. Районный центр. Население 21 тысяча человек. Мы, может быть, никогда бы не узнали о существовании этого замечательного города, если бы не усилия местного руководства, которое сделало жизнь местных жителей практически невыносимой. Глава администрации Нижнеломовского района Андрей Полазник был назначен на этот пост в июле 2012 года. По данным газеты «Справедливая Россия», опасный рейдер и классический бандит попросту купил должность за 10 миллионов рублей, заплатив эти деньги одному из крупных саратовских чиновников. В Нижнем Ломове утверждают, что этот пост – лишь ступенька в карьере Полазника. Он уже метит в губернаторы. Между тем, жизнь в Нижнем Ломове похожа на фильм ужасов. Город стоит в разрухе, рабочих мест нет, предприятие, работавшее на ВПК, развалено. Пенсии ничтожны, зато растут тарифы на ЖКХ. Предприятия у местных бизнесменов отжимаются самим Полазником и его приближенными нагло и неприкрыто. Законы России на территории Нижнего Ломова не действуют. Это вотчина Полазника, верного деятеля партии «Единая Россия». С приходом в наш район нового главы администрации Нижнего Ломовского района Полазника Андрея Николаевича здесь у нас стал передел собственности. То есть он создает межмуниципальные предприятия, ставит туда руководителя и начинает рейдерский захват предприятий. В какой части? От них расторгает договора, оказывает влияние на другие предприятия, чтобы расторгли договора это, на воду, водоотведение, также на вывоз твердобытовых отходов и расторжение договоров с многоквартирными домами. Занимается это, я уже оговорюсь, с нарушением всяких требований. Идет с жителями, навязывает условия предприятия, которые бюджетные, приглашает к себе в кабинет и заставляет расторгать договора на ТБО, также на высшую воду и водоотведение. У нас имеется предприятие ООО «Вектор», которое ранее занималось сортировкой твердобытовых отходов на местной свалке площадью 7 гектар. Поставил там сортировочные линии, два пресса, приобрело дизель-генератор и занимался это на протяжении двух лет. Мы вывозили им твердобытовые отходы, они сортировали, там занято было порядка 15 человек, трудоустроенных, которые занимались этим. И вывозили уже на дальнейшем полигон или на второе сырье на переработку. Мы вынуждены были расторгнуть договор на свалке. Имущество, которое мы хотели оттуда забрать, не успели. Они устроили пожар, у нас есть документальный акт, где сослались на стихийное бедствие, сортировочную линию сожгли, павильон, который находился, контролеры сожгли, забор ограждения, который мы по периметру, двухметровый забор был из металлопрофиля, часть его уничтожили. Таким образом, все то, что было создано доброе, полазник все это уничтожил. Мы обращались и к представителю, уполномоченному президенту по Приволжскому федеральному округу Бабичу, к его представителю, к Оденкову, к губернатору, в областную прокуратуру, в Роспотребнадзор, в Ростехнадзор. И соответствующие письма здесь были направлены и администрации района, самому полазнику, о том, чтобы он прекратил эти действия и дал нормально работать нашим предприятиям и жильцам, которым мы оказываем услуги, чтобы они не переживали, почему контейнера увезены с контейнерных площадок. Такой рейдерский захват с помощью ООО «Феникс», уважаемая госпожа Шашкова, провела 24 июля. Самовольно вывезла наши контейнера с контейнерных площадок, складировала их. Поэтому в течение двух дней идет такой коллапс, что мусор периодически выводится, не выводится. На свалку перестали пускать юридические лица, физические, которые самовывоз сделали на свалку. Они сейчас закрыли ворот, никого не пускают. Теперь что получается? Одна свалка здесь, а вторая свалка там. Это называется спор хозяйствующих субъектов. А запах – это и есть запах главы администрации. Раньше мы картон, его прессовали на вторичное сырье. А для того, чтобы его не прессовать, не сдавать на вторичное сырье, они его просто сжигают. Зажигают его там площадь, это почти 7 гектар, вот этого земельного участка. Захламили на протяжении уже более 10 гектаров. Городская администрация всего лишь месяц назад приняла правило принятия ртутно-содержащих ламп. Но предприятий, которые могло бы осуществлять, его нет. Поэтому ртутные лампы в городе, вот как глава Меньшова говорит, а куда мы их должны? Их сбрасывают в контейнера, вот, в большие, огромные, которые выводят в Феникс. И все везут сюда. А вот эти пары ртути, вот, они разлетаются радиусом более 20 километров. Поэтому у нас здесь заболеваемость онкологии вырастает, а они своим действиями, или бездействиями, вот как вот Меньшова. А она говорит, ну и что? Она разводит руками. Раньше утилизацией мусора занималось предприятие ООО «МУП ЖКХ» под руководством Александра Колокольцева. Фирма даже вышла на самоокупаемость посредством налаженной сортировки и переработки мусора. Но это прибыльный бизнес. И Полазникам было принято решение немедленно подмять его под себя, осуществив рейдерский захват. Давайте с вами поговорим. Я никаких комментариев давать не буду. А почему? Почему? Вы же руководитель Фениксов. Вам же есть наверняка, что сказать? Все слушания будут в суде. Никаких комментариев я давать не буду. Я не настолько эмоциональный человек. Ну вот видите, вас под обвиняют в рейдерском конфликтах. Ну, я их комментарии давать не буду. Никакого рейдерского захвата нет. Все по закону. Все документы имеют законную силу, юридическую. Все претензии будем разбирать в суде. Я не буду давать никаких комментариев. То есть претензии у вас нет? Я никаких комментариев давать не буду. Все мероприятия в суде. Еще одно Нижнеломовское волшебство. Вообще чудеса здесь любят. Это плотина. Дважды ее насыпали за полтора месяца. Одна такая операция стоит 500 тысяч рублей. Один миллион за полтора месяца. Уплыли. Всегда приятно списать воровство на буйство стихии. Природу самого воровства местное урководство не рассматривает. Ведь оно и есть основа узаконенного криминала. Прогуляться по Нижнему Ломову всегда приятно. Прекрасные жители, природа замечательная, воздух чистый. Только вот с дорогами как везде беда. Ну не Рио-де-Жанейро, гораздо хуже. Между тем деньги на ремонт дорог и придомовых территорий уже выделены 23 миллиона рублей. Подъездом нельзя пройти. Там заливают водой и все, вода идет прям под дом. У нас такая сырость. Даже вот змей появились в этом году. Можете себе представить? Змей? Да. Вот недавно, прямо у первого подъезда была змея. Скажите, а как реагирует вообще начальство, администрация? Ну заявление вот писали уже нескольких лет, три года подряд в ПЖХХ, да? И никаких результатов. Ну вот новая администрация, ведь новая метла, по-новому метет. Вот, мы ходили к Полазнику, он сказал 50 на 50, чтобы нам сделать дорогу. Он даже не реагирует на нас, представляете? Вот, снимите, пожалуйста, вот это тоже. Потому что, ну дом разрушается просто. 43 года живем. Дом у 43 года, да? 70 года дом отбел. И ни разу ничего не было. И никакого ремонта не было. Я беру у нас, что-то питание, и, мать, сейчас попадешь. Это после капитального ремонта у вас такая пресса. Каждый день реально стыкнулся. А вы не боитесь так сидеть здесь? Да, на самом деле. Да, к краю подвинулись бы тогда. Вы бы хоть туда подвинулись. А здесь там фаталистка стоит. А, вы фаталистки, да? Да, у нас тут нет. Ну да. Это там вообще, там еще страшнее, там еще мало. С той стороны вообще не страшно. А нас приезжают, мы их не имеем. В общем, бабушка живет по принципу, если сегодня не убила кирпичом, значит не судьба. Завтра пойду еще раз испытывать. Как понимаю, тут небезопасно. Но квартплата идет стабильная. Гнилушка. Деньги берут за квартиру как положено, как будто живешь в нормальных условиях. Да, вот я сразу скажу, что здесь небезопасно. А у людей данной конюшни, как мы его называем в простонародье, даже нет туалета. Они ходят на улицу кто куда может. Здесь еще и грудные дети живут причем. Здесь живут грудные дети. О, тронуть боимся, все наверх. А какие обои у вас замечательные? Их трубы держат. Ваши обои держат трубы. Их вот заклеиваем. Они тут же, вот перемена погоды, и они сразу же отслаиваются. Их вот это уже бестолку. Бестолку. Потому что сверху течет, как дождик сильный. Мы сюда подставляем. Это вообще невозможно. Ну, сырость это как здесь? И несет сыростью, конечно. Вы болеете, наверное, да? И болеем. И мы первые. Окна все худые. Все дверя худые. Все вываливается. Вот там пойдите еще, снимите подъезд, где вся дверь вываливается. Все, все кругом вываливается. Проливайте, у тебя крыша. Нашу там новую крышу держат. А то давно она... Давайте спустимся. Давайте дальше пройдем. Дальше. Вот, в котором не обвалилось сейчас на голову. Здесь, где окно, пожалуйста. Вот, все, все, вот туда дальше. Все, все, все. Не опасно? Вот, ничего. Мы живем... Дима, сегодня явно не судьба. Мне так кажется. Красота. Прям лепута. А же в 19 веке. Все вывалится. А вот, собственно, у вас водопровода-то нет, что ли, да? Где? Здесь-то. У вас умывальник вот такой? У нас нет, мы сами наливаем. У нас нет, мы сами из колонки носим, наливаем. То есть у вас водопровода-то? У нас нету. У нас нет ничего абсолютно. Вы забыть, что отопление, как топите. У нас парамой. У вас парамой. А как, отопливать же, котельный пока? Пока, пока. Вот такие рукомойники здесь есть. Видите? Да. Как в старых вагонах. Вот. Помните, в поездах такие же рукомойнички? Ну так в поездах уже современно. А здесь до сих пор такие. Холодно. Сыро. С 2009 года мы уже обращались везде. И письменно, и везде. То, что дом совсем аварийный. И течет, и все разваливается. Очень ветхое жилье. Нам каждый год обещали, мы вас переселим, мы вас переселим. Обращались и в местную администрацию, и в Пензу, и в городскую. Сначала в городскую обращались. Везде мы обращались, но ответ был сначала один. Мы, значит, вас будем переселять. Будем переселять, будем переселять. Сколько мы не ждали. Потом, значит, нам стали говорить, что в бюджете денег на вас не заложено. Мы потом в Пензу обращались. Ответ был точно такой же. И были вынуждены обратиться в Москву по правам человека, к Лукино. И в администрацию президента мы ездили. Вот после этого все-таки стало какое-то шевеление. Сначала с Москвы прислали, с Пензы прислали ответ, что будет наш вопрос рассматриваться. И вот нам с неделю назад пришло письмо, что нас в этом году, в 2013-2015 годы, мы включены в программу переселения ветхого жилья. Нам вроде бы выделили участок, где вырод котлован, около школы на Крылово 6Б. И, значит, предположительное время сдачи, эксплуатации и расселения 25 ноября 2013 года. А там строительство идет вообще? Там только вырвали котлован. А вы считаете это реально? За 4 месяца, я считаю, нереально, чтобы то, что только вырвали котлован, и как они сказали, что по проекту это будет трехэтажный дом за 4 месяца, и все это и отстроить, и под ключ все это сделать, это нереально. На благоустройство придомовых территорий обычно выделяются бюджетные средства. Но 131-й закон в Нижнем Ломове не действует, как и все другие законы. Похоже, этот город окончательно отделился от России, превратившись в автономное государство Палазника и его подельников. Схема проста. Средства, выделяемые городом, направляются в районную администрацию. А она уже крутит-вертит этими деньгами, как заблагорассудится, воспринимая бюджетные средства, как капитал для поддержки выгодных бизнес-проектов. Социалка же финансово емкая отрасль и не приносит прибыли. Вот и получается, что приближенные чиновники, превратившиеся в одночасье в бизнесменов, получают свой профит за счет населения, которое вынуждено оплачивать все подряд, удовлетворяя растущие аппетиты близких к Палазнику бизнес-структур, захвативших в районе почти все хлебные места. Отдельным гераклическим подвигом жулика Палазника местные жители считают намерение продать им общедомовые счетчики на воду и тепло. При себестоимости в 14-27 тысяч рублей жителей обезуют заплатить от 300 до 500 тысяч за один прибор. Документов не предъявляют, а строптивым выписывают штрафы через местный карманный суд. Ведь у Палазника все схвачено, и суды, и прокуратура, и полиция, а в Москве рука волосатая. Утверждают, что самого Володина. Так что он здесь власть. Сейчас я пришла только с почты. На получение документа мне явиться в суд по неуплате за счетчик тепловой, который нам установили, можно сказать, тихим обманом. Вот. Теперь они калькуляцию не провели. Значит, справок никаких нам не представили. Акта приемки нет. Ничего абсолютно нет. И вот решили они нам за то, что мы не платим без приемки, без акта, без всего. Они нам начали присылать вот эти судебные акции, штрафы. На какую сумму? Значит, они... Вот смотрите, пожалуйста. 400 госпошлина и неуплата 455. Всего около 1000 рублей. Нам не представили ни кредитную справку с процентами. Какие проценты? Ни той организации, которая нам ставила счетчики, документации нам не показали. Вот. Сами счетчики не укомплектованы. Они должны нам представить, что там должно быть, допустим, тепловое реле, что входит по списку в этот счетчик. Какие по смете? Нет, сметы даже не знают, калькуляцию не знают, как делать. А на основании чего вам такие счета выставляют? Выставляют счета. Они вообще сделали эти счетчики по коммерческим ценам. Где они их достали, неизвестно. Вот. И нам, представляете, счетчик оказался на наш дом 100 квартир. Вот. Они один счетчик разделили на двузла и взяли, значит, полмиллиона. Откуда такое ценообразование? Они объясняют вам? Они нам не объясняют. Абсолютно. Они нам не представляют документы. Вот когда я пойду в суд, я даже не могу представить те справки, которые мне нужны. Они их не дают. Они не дают и не показывают нам. Они хотя бы приехали, представили все процентные ставки кредитные, которые они заплатили. Мы не знаем, какие представить. Представят они нам кредитные справки. Мы не знаем, какие, куда они их делали. И что вы теперь будете делать? Ваши действия дальнейшие? Мои действия такие. Я пойду на суд, конечно. Я буду просить, пусть представят мне все документы, которые должны быть. Тогда я имею право только заплатить им то, что они госпошлину заплатили и так далее, вот эту сумму. И кому заплатить надо? Сначала надо спросить про устанавливающие документы. Вот у этой организации, кто там им выставил? Вот я не знаю, какая организация. Теплоэнергоком. Теплоэнергоком. То есть это организация, которая... Банкрот, во-первых. И если верить антимонопольной службе, которой мы были, у них вообще никаких документов нет. То есть показали свидетельство о регистрации 2008 года, где были совсем другие частные лица тама. А в 2012 году появился новый, караульщиков тама. И получается то, что смена собственников тама. Совсем другие были физические лица. А вот еще хочу показать один арбитражный суд. Вот на основании этого определения арбитражного суда, то есть людей запугивают, приходят судебные приставы и устанавливают вот эти счетчики, пропихивают. То есть это когда жители дали мне вот этот исполнительный лист. Вот смотрите, это определение. То есть у нас является нормативным правовым актом решения. Вот на основании решения выписывают исполнительный лист. А у нас определение. У нас получается что? Два жулика между собой заключили договор, да, и подали заявление с кого? То есть если жители их не пускают в подвал домой, ну как говорится, законно, они подают в суд. Вот они подали эти жители, эти самые, два жулика в суд. И получается что? Когда у них запросили документы туда, они приходят и говорят, извините, мы заключаем мировое соглашение. Ну а суд что надо? Они берут и подписывают определение о прекращении производства по делу и утверждение мирового соглашения. Но, как интересно быстро рассматриваются заявления в суде. У нас так и ни разу не было. 14 мая оставление искового заявления без движения. То есть у нас получается то, что это организации, в которых работают юристы. И там нету, то есть они неграмотные. 125 статья нормы АПК, они даже не знают. Это у юристов. Потом смотрите, 17-го назначение, завершение предварительного судебного заседания и назначение в суде первой инстанции. Они здесь дают мировое соглашение. И пожалуйста, 17-го числа у нас мировое соглашение выходит. И исполнительный лист от 17-го числа. Вот так у нас быстренько решается. И во сколько вам обошлась установка? Эта система обошлась в 150 тысяч. Вместе со стоимостью всего, да? Да, да, да. И это полностью сертифицировано, и это подходит к... На данный момент эта система является самой современной. А вот собственно самую управляющую, да? То есть это вот датчик, вернее датчик, а мозги фактически куда стекаются, показания холодной воды, горячей и отопления. Дальше есть выход, с которым мы можем считать устройством, или компьютером, или с него подать на модель. Так вот, во всех учебных заведениях поставлена система, уже подготовленная к моделям. Жители, получается, они не против 261-го закона. Они просят, чтобы были установлены нормальные системы. Но не морально устаревшие. Эту систему нужно ввести на метрологию в Москву. Мы тищи. Это как это? В Пензе они не тестируются эти счетчики. А эти... То есть кто-то просто лоббирует. Конечно. Их, главное, эти счетчики запретили в городах Пензской области. Половина городов. А в наши, пожалуйста, да, 53 штуки. Вот, смотрите. То есть это уже допотопный вариант. Счетный механизм. Это фильтр, который... Ну, только на заводских трубах можно такие вещи ставить. Ну, как можно в домах. Вот, а также, смотрите, какие сети. Все текет, все... Ну, они приехали два дня назад, чтобы установить вот на эти системы. На отопление, на горячую воду, которые вообще ржавые. А вот это что? Это еще один, да, еще один? Это еще один. Это на воду просто, на холодную, да? Ну, или нет. Тут система на холодную вообще не идет. Это горячая вода. В одном, да. Ну, так как должна еще одна такая штука быть, и их опять придащили, даже нет фильтра. Вот они такую систему поставили. И они хотят это поставить на старые трубы, а дом без капитального ремонта... И скажите, пожалуйста, по какой цене они вам это впаривают? Это последняя цена 330 тысяч. Вот это допотопная история. То есть в том доме 150 современное, а в этом 330. Да, мы хотим поставить электронный счетчик, но дешевле. Мы же пенсионеры. Но смотрите еще какая вещь. Здесь у нас стоят фильтры. Вот раз фильтр, два фильтра. А здесь не поставлены. В итоге этот счетный механизм, он просто крыльчатка забьется, грязный вокруг. И фактически системы работы не будет. Эту новую метлу, метущую все подряд в собственный карман, жители терпели долго. Но всякому терпению приходит предел. И люди вышли на улицу. Прибежавший на стихийный митинг глава города Виктор Щербаков пережил немало неприятных минут. Между тем, выплеснувшееся гражданское недовольство грозит перерасти в настоящий бунт с перекрытием федеральной трассы. Кто несет ответственность за то, что людям приходят такие счета, что устанавливают счетчики за 450-500 тысяч, которые вообще стоят совершенно других денег? Это другой вопрос. Счета выставляет та организация, которая заключает договор определенный орган. Район или администрация, городская ли администрация. Есть договор, который определяет сумму работ. А кто заключает договор с этими организациями? Не глава города. А кто? И не глава района. Тот орган, который осуществляет административно-хозяйственную деятельность. Заключает эти договора администрация или города, или района. Скажите, вы считаете нормальным, когда людям выставляют такие счета за счетчик 450 тысяч рублей? Ты знаете, я не специалист в этих делах. Я считаю, что это завышенная цена, во-первых. Поскольку, ну это зависит от состояния внутренних коммуникаций дома, очевидно. Поскольку для того, чтобы установить счетчик, необходимо проделать, как я думаю, определенный объем работ по замене труб, канализации, всего остального. Если это просто установить счетчик, то я не думаю, что прибор столько стоит, и вместе с ним и работай. Вот говорят 14 тысяч. Я не занимался этим вопросом, я не заключал договора и не знаю стоимость этих работ. Ну мне просто интересно, ваша оценка просто чисто гражданская оценка. И еще один вопрос. У нас в дом принесли меньшую стоимость. Какую? Порядка 140 тысяч, по-моему, вместе с работами. Я хочу поставить вас в известность, что безобразие, что такой маленький ломок, что столько здесь жителей, которые все друг друга знают. Ну почему бы им не пойти немножко навстречу, не обманывать, не завершать такие цены. Ну откуда у меня такая сумма, чтобы я им должна была заплатить? За этот вот, извините меня. Просто люди уже... Знаете, вот это как-то не у моей компетенции решить этот вопрос. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вы же все-таки глава города. Вы же все-таки глава города, и вы, наверное... Нормативных документов... Воровать! Воровать! На стуле, да? Сзади спроси... Вы знаете, я согласен. Компетенция не моя, компетенция не моя. Вам за что деньги платят? Просто на избрали и посадили. Да, а что не строй, все, компетенция не моя. Ну, женщины, ну подождите. А деньги получают, и не 7 тысяч, наверное, как мы. Минимальную. Подожди. Ни один депутат, ни одной копейки свою работу не получает. Он работает на добровольных начала. Вам перекреститься или поклясться? Мне не надо. Разрешите. Не надо, тогда обратитесь в прокуратуру. Если одному депутату заплатили копейку, этот человек будет... Все жулики. О, давайте, как я разговариваю. Нет, на всех есть, мужички, на всех есть документы. Выбил там иметь. А что вы защищаете? Там нет такой вопрос. Прокурор, да, прокурор сперзо приехал тоже. Такой же жулик-вор. А какой к вам вопрос, если вы ничего не знаете? Это вы говорите, что мы получаем зарплату на работу. Не надо говорить. Сейчас, сейчас. У меня еще вопрос к главе города один. Скажите, пожалуйста, вы как глава города, вы как глава города считаете, что должны вот в этих конфликтных вопросах проявлять инициативу и становиться все-таки не на сторону жителей города? Это абсолютно верно, потому что мы их избранники, и мы отчитываемся перед ними. Ну, когда обвиняют в том, что депутат, который ни копейки не получает за свою работу, взяточник и казнократ какой-то, мы не... Речь сейчас идет не о депутатах, а о вас. Конкретно о вас, как о главе города, да? Да, я согласен, что мы отвечаем за все и должны становиться на сторону, если есть возмущение, жителей. Это правильно. Но для этого есть прокуратура, которая скажет, что это факт, это нарушение, что это неправильно сделано. Только тогда мы можем обвинять кого-то, но не голословно вот так. Казалось бы, штампованная фраза. В этом маленьком городке, как в капле воды, отражается и так далее. Но ведь действительно, 20-тысячный Нижний Ломов – это точная модель того, что происходит в каждом городе, в каждом регионе нашей страны. Абсолютное бесправие и абсолютная вседозволенность для чиновников, которые относятся, безусловно, к партии жуликов и воров. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Пензенская область. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Пензенская область.